Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Моя проблема заключается в манипуляции родителей и моей самостоятельной, и отдельной от них жизни. Я с детства страдаю тем, что все проблемы и вопросы решают за меня родителям. Это, конечно, порой правильно, но чем взрослее, я становлюсь тем труднее, мне становиться в принятии своего собственного решения, выражения своего собственного мнения и в целом самостоятельной жизни. Мне 23 года. Я не так давно съехал от родителей, живу с молодым человеком и работаю. Поначалу родители отнеслись к этому нормально, что я уже взрослый, могу жить отдельно, но через месяц все стало по-другому, и меня начали ругать за то, что, о, мол, я еще не выросла, чтобы жить отдельно от них, что мне еще рано работать, нужно учиться. В феврале месяца этого года я отчислил от университета по собственному желанию. Данное решение было принято мной потому, что поняла, что учусь не на ту профессию, которая мне нравится. И она мне не нужна в целом. Поступала я также по воле и инициативе своих родителей. Я не знала, куда хочу поступать и даже не знала, на кого. Но то, что они навязали мне мнение, что нужно срочно поступать именно сейчас, после колледжа, иначе я буду необразованной и потерявшейся личностью, как и больше, честных людей сейчас. Меня это напугало, и я поступила только сейчас, поняла, что поступила не на того, на кого хотела. Перевестись не могла из-за долгов, учиться не могла, так как ничего не понимала, мне было очень трудно учить то, что мне не нравилось. Решение было поступать заново, на первый курс, именно на ту профессию, которую хочу. Не так давно я приняла решение, что поступать в этом году я не буду, так как хочу отдохнуть от своей учебной советы, пожить за себя год, пожить со своим молодым человеком, заработать и накопительное заученное обучение на следующий год. И просто принять для себя это решение, кем мне все-таки быть, куда поступать, и на какую форму обучения мне проще поступить. На это решение родители очень сильно разозлились, и каждый день, и все, когда тема заходит об учебе, я им говорю, что поступать в этом году не хочу. На что я слышал, что должна и обязана учиться именно сейчас, потому что им нужно образование в США, чтобы я была с ним, и это не обсуждается. Но мои попытки объяснить им, что я буду и хочу получать вышку без вопросов, но только в следующем году с учреждением, ругань и унижением в свою сторону. Я устал с ними спорить, устал слышать унижение и оскорбление, что буду нищий, что я ни в чем, но бесполезно без образования, что позорю семью. И как объяснить им, что я взрослый и могу теперь принимать решение сама без их помощи, я не знаю. Как показать и доказать им самостоятельность, я не знаю. Прошу вас, помогите. Юлия, а как именно вам помочь? Ну, то есть, как вы видите помощь? Вы видите помощь так, что мы поговорим с вашими родителями или как? Сами им объясним, что вы самостоятельно. Как вы видите помощь? Вы бы хоть рассказали бы, как вы видите помощь. Мне видится большая системная проблема в том, что вы не слышите себя. Мне видится большая системная проблема в том, что вы родителей не воспринимаете как взрослых людей. Возпринимает их как родителей, но не как людей, не как личностей. Вот. И мне кажется, что системной и в какой-то степени глобальной проблемой является то, что вы не отделяете себя от них. То есть, как бы, вроде бы, чисто формально вы, как и сказал мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович, от них сепарировались. И вы вообще, молодец, что это сделали. Но эмоционально, психологически, такое ощущение, что сепарации еще не произошло. Психологически у меня есть ощущение, что вы по-преднему хотите оправдать их ожидания. Вас задевают то, что они там ревут, оскорбляют вас, унижают. За стороной очевидно, что родители ваши за вас все пытаются компенсировать свои какие-то трудности. Свою неполноценность. Видите ли вы это? Нет. Потому что, все ваше внимание обращено на себя и на соответствующую борьбу, ну борьбу за себя. Видите ли вы, а что могут сделать родители? Ну, то есть, как вы это себе представляете? Они вас что, заставят учиться насильно? Или как? Не очень понятно. То есть, что кроме слов они могут вам сделать? А если вы чувствуете, что должны оправдывать их ожидания, то это вопрос к вам. Вопрос к вам. Вопрос не к тому, чтобы перестать оправдывать их ожидания. Вы, если хотите их ожидания оправдывать, оправдывайте. А вопрос в том же, чтобы на каком уровне эти ожидания оправдывать. Знаете, в чем штука? Вот. И... Понимаете? Вы с родителями находитесь в СН. То есть, в созависимости. Да? Симбиоз. Такой. Получается. Как он работает? А... Когда вы были маленькой, родители, в силу ряда причин, вас опекали. Ну, в силу ряда причин, да? Сейчас не так важно, что это за причины. Совершенно. Они вас опекали, хотели вас защитить. Вот. Ну, а когда вы выросли, эта опека привела к тому, что вы себе не очень доверяете. Что нормально, потому что вам не давали, да и не особо дают проверить свои силы. проверить, да? Попробовать свои силы. А вам не дают. А вот. Почему? Страшно. что у вас может что-то не получиться. Но понимаете, в чем парадокс? Парадокс в том, что когда вы проявляете свою неуверенность в себе, потому что родители вас гиперопекают, родители тревожатся еще больше. Потому что понимают, что если вы в себе не уверены, то это автоматически означает, что вы можете с вами, может что-то случиться. И срывок растет. И да, вы абсолютно правы, это замкнутый круг. Вот. по сути позиция без как так сказать? Позиция без ну что называется счастливого исхода. Да? То есть плохо будет в данном случае всем. То есть вам будет плохо, родителям будет плохо. Да вот. И соответственно, соответственно, что нужно сделать? вам что нужно сделать? В данном случае, конкретном случае, что нужно вам сделать? Вам нужно разорвать этот круг. То есть начать на их гиперопеку, гиперопеку, да, демонстрировать уверенность в себе. Вот. Это то, что вы реально можете сделать. уверенность И все. Соответственно, вы демонстрируете уверенность в себе и со временем их тревога теряет, ну, теряет какой-либо основы. демонстрирует. Вот. Да, это вполне вероятно. Проявляет не сразу. вполне вероятно, что потребуется большое достаточно количество времени, чтобы они, ваши родители смогли к этому адаптироваться. но это обязательно произойдет. Вот. И в итоге ситуация несколько нормализуется. Вот. Пока что нормализоваться у нее, ну, как бы не получается, потому что вот данный круг происходит. Вот. И помимо этого вам вот необходимо развивать чувствительность к себе. Вот. то есть вам необходимо развивать вот то, что называется доверием себе. То есть вам необходимо себе доверять. Вот. А сейчас вы себе не доверяете. сейчас вас ну, не получается себе доверять. Вы натурально саппортируете каждое свое решение. Да. Вот чисто внешне так так не кажется. Чисто внешне. Чисто внешне мне кажется, что вы весьма уверенный в себе человек. Чисто внешне кажется, что вы весьма уверенно движетесь по той линии, которую наметили. Вот. Чисто внешне. Вот. Чисто внешне да. Так кажется. Чисто внешне. Но как вы я надеюсь что вы понимаете сами. Вот. А это только внешне. А по факту вы сомневаетесь и по факту вам нужно одобрение родителей. Ну, например. Для чего говорить родителям вообще что вы делаете. То есть я понимаю как это звучит. Вот. я понимаю как это звучит. Да, но просто вот опять же давайте вот зададимся просто просто этим вопросом. Зачем вообще говорить родителям что вы делаете. Ну решили вы не поступать в университет например. Ну решили решили. не поступ не поступ не поступать не поступать на здоровье не поступать в чем проблема. Вот. Ну нет. Понимаете вы считаете что вот что нужно сказать вот как бы это очень важный момент. И соответственно пока подобные аспекты в вашей жизни будут присутствовать. ну у вас вот скорее всего будет трудиться. К сожалению. Вот. Поэтому на мой взгляд здесь все достаточно очевидно. и все на работе достаточно очевидно и так далее. Да вам безусловно нужна поддержка. А возможно вот на первое время. Вот если молодой человек может помочь психолог может помочь и так далее. Вот. Ну и с родителями с родителями коммуницировать тоже нужно уметь. есть ну сейчас вы как мне кажется коммуницируете с родителями своими а весьма деструктивно. Вот. Как мне как мне кажется повторюсь. Вот. А коммуницировать более конструктивно вот вы не умеете. сказать. Но хорошая новость заключается в том что можно научиться коммуницировать коммуницировать с родителями. более так скажем более конструктивно. Понимаете. Но для этого вам нужна помощь. Самостоятельно мне кажется вы с этим не справитесь. вам нужна помощь. Вот как-то так пожалуй я бы вам ответил на ваш вопрос который вы задаете каким-то вот таким образом я бы на него ответил. надеюсь что вам это было полезно интересно буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой желаю всего самого доброго и удачи